Друзья, всем привет! Меня зовут Маша. Я похудела на 53 килограмма и рассказываю об этом. Это мой рацион за первый день на противоаппетитном меню. Все, я только что закончила варить свою овсянку утреннюю. Я вчера замочила цельнозерновую кашу. Взяла 35 грамм. Залила ее на ночь водой. И вы знаете, она у меня разбухла. Ну просто у меня здесь огромное количество. Вот сейчас я взвешу. Что я сделала? Я добавила к каше 50... Вот и все вылила сюда, да, с той водой, в которой она у меня стояла всю ночь. И добавила 50 миллилитров молока. Все, отвела до кипения. Ну, одна минута буквально она у меня варилась, и все готово. Друзья, ради интереса я решила взвесить, сколько же у меня получилось из 35 грамм овсянки сухой. Всего там 105, получается, 100 даже калорий. Она 300 калорий. Цельнозерновая овсянка вот этой долгой варки. Так вот, представляете, у меня, смотрите, какая порция. 532 грамма получилась. Огромная. Итак, вот моя порция. Я отложила себе небольшой тарелки. Эту кашку оставила для мужа. Значит, смотрите, когда я ее варила, я посолила. Немножко поменьше, чем хочется. И добавила туда одну чайную ложку тростникового сахара мускавада. Я купила тут со скидкой в глобусе. Он такой, немножко с карамельным вкусом, придает такой чуть-чуть темненький цвет. Можно, естественно, простой использовать. Можно сахарозаменитель использовать, либо мед в готовую кашу, либо ничего не класть. Но важно, чтобы было вкусно. Тут не надо там, знаете, себя как-то ограничивать так уж прям. Вот. Значит, смотрите, что я сделала. Я взвесила. Во-первых, я использую всегда для завтрака вот такую вот пиалу. 350. Она объемом 350 миллилитров. Входит в нее. Вот сейчас я взвесила 250 грамм каши, 50 грамм банана. У меня еще была груша запланированная, но все груши вчера съели. Вчера была Пасха. Вот. И я положила 50 грамм банана, одну чайную ложку оливкового масла. Вот такое я использую. Можно, естественно, любое растительное масло. И я не использую для жарки подсолнечное. Но в готовые блюда, в салаты можно подсолнечное масло использовать. И плюс у меня здесь кунжут коричневый. Можно использовать тоже любой. Ну, любые семена вообще. Кунжут, лен, чия, кокосовую стружку, тмин. Что угодно, в общем. У кого что. Ну, и листик мяты. Это для красоты. Если есть какие-то ягодки, то тоже. Важно, что еще я есть. Вот маленькая тут у меня ложечка приготовлена. Вот. Я хочу вам напомнить, что в регате стройности важно есть до сытости, до ощущения сытости. Но не менее, чем 200 грамм за прием. Вот. Есть надо медленно. Естественно, надо прислушиваться к себе и стараться не переедать. То есть нужно съесть столько, жевать медленно, есть медленно, съесть столько, чтобы насытиться, но стараться не переедать. Вот. Я что хочу сказать. Я ориентируюсь вот по своей вот этой вот, да, тарелочке. Лучше всего всегда класть маленькую тарелку. Лучше добавить себе, когда съел, положить еще, если там ты не чувствуешь себя голодным. И вот еще такой тренинг. Значит, смотрите на тарелку внимательно. Вот посмотрите на мою тарелку, да. Сколько я себя навалила. И говорите. Мне столько не съесть. Мне не съесть столько. Мне столько не съесть. Все. После этого приступаю. Так. Это мой второй завтрак. У меня здесь ПП-запеканочка. Рецептом я вчера делилась. Значит, я замерила ровно 200 грамм, потому что сейчас время второго завтрака. Я что уже сделала? Я позавтракала, да, съела там овсянку. С утра у меня была водичка 0,5. Потом я быстрым шагом прошла. Я выпила кофе, капучино и выпила еще 0,5 воды. Сейчас 12. У меня второй завтрак. Есть я, но не хочу. Какого-то чувства голода у меня нет. Поэтому я себе взвесила 200 грамм ровно грамм своей запеканки. Я взвесила ровно 200 грамм, потому что это минимум. Каждый ест дос. Это столько, сколько хочет. Но только вот, соответственно, вот эту запеканку. Больше ничего. Значит, ну как ничего. Вот то, что я положила, тоже можно. Но сахара я положила мускавада мой, тростниковый сахар 5 грамм. Можно добавить меда, можно добавить фруктов. Немного, да, для сладости. И в качестве соуса я использовала ряженку. Здесь для красоты у меня мята и клубничка. Ряженки у меня здесь 25 миллилитров. Соответственно, тоже каждый сколько хочет, столько до сытости. Вот. Но не забывайте про наш сегодняшний тренинг. Я смотрю на эту порцию и говорю себе, мне столько не съесть. Мне столько не съесть. Мне столько не съесть. Все, приступаю. Маленькой ложечкой, очень медленно, отложив естественно в сторону все гаджеты. Ничего. Глядя только, ем только на кухне. Только с едой. Думаю о еде, наслаждаюсь едой. Вот он мой индикатор голода. Кусочек судака на пару, брокколи и цветная капуста. Это мой обед. Так, что у меня здесь? У меня здесь окорочка в медово-горчично-соевом соусе в духовке приготовленной, запеченной. У меня здесь зеленая гречка отварная. 110 грамм окорочка, 100 грамм гречки, 200 грамм огурцы и помидоры порезанные. Значит, айсберг еще планировала. Ну, айсберг на вечер порежу. В общем, порцию я называю, чтобы просто как-то ориентироваться, наверное, даже и калории посчитаю. Но всем остальным, кто не считает калории, тут пусть не считает калории. И самое главное, это есть досыта, медленные досыта, без гаджетов, только на кухне. Это очень важное правило. Вот, а в общем, для тех, кто считает калории, я напишу, сколько здесь у меня чего получается. Ну, и для себя тоже, наверное. Посмотрим, в общем. Это мой полник. Так, у меня здесь 350 грамм, я так думаю. Ну, примерно я взвешивала, просто весы отключились. У меня получилось где-то 130 грамм огурца, 70 грамм яйцо. Одно у меня, к сожалению, осталось вареное, так-то можно и два положить. Вот, и плюс форели, где-то там грамм 120 у меня примерно. Плюс йогурт я на глаз налила. Йогурт греческий, ну, все посолила. Вот, при желании можно айсберг добавить, при желании можно сюда еще куриную грудку добавить. Вот, ну, в общем-то, все. Буду есть. Это мой ужин. У меня здесь 120 грамм форели, хвостик остался. Сейчас я его взвесила. Знаете, тарелочка у меня, ну, небольшая. Может быть, этот хвост кажется там очень большим, но нет. Он всего 120 грамм, потому что вон там уже с той стороны ничего нет. Значит, и тарелочка у меня десертная. Ну, я все время с нее ем. Ее размер 21 сантиметр. Вот, можно с моей рукой сравнить. Так, и вот такую я сделала большую-большую порту салата. Я даже положила каши, потому что я чувствую, что вот, ну, какое-то у меня такое чувство голода присутствует. Хочется поесть так, поплотнее. Поэтому положила гречки. Хотя у меня запланирована была только рыба с салатом. Но это ничего страшного. Если есть хочется, вполне гречка. То, что надо. Вот. И здесь у меня аж 300 где-то 70 грамм. Ну, я, конечно, всю тарелку не съем, но буду есть медленно, до сытой, сколько захочется. Завтра я планировала еще есть форель на ужин. Вот. Думала, что она у меня останется. Но мы ее все съели, поэтому приготовили вот такую вот скумбрию. Она у меня была замороженная. Мы ее разморозили, в общем, посолили, поперчили. И на 25 минут отправили в духовку. Она запеклась. И, в общем, на завтра у меня ужин готов. У меня готово еще одно блюдо на завтра. Вернее, на сегодня, на вторник. В общем, здесь у меня уха из судака с пшеном. Мы сделали ее в мультиварке. А сколько водички? Водички. Значит, здесь 2 литра воды, 2 филе судака, половинка красного перца, 1 морковь, 1 луковица и 1 пачка 100 грамм пшена. Мы сразу все вместе положили, посолили, поперчили, положили вот лаврушечку и поставили на 25 минут вот в мультиварке. Ну, естественно, все это можно сварить и просто на, как сказать, на плите, да, в кастрюлечке. Вот. Ну, в общем, все. Так что у меня все готово. Рыбка здесь, супчик здесь, вот моя рыбонька. Очень красивая. Вы знаете, я вот тут кусочек буквально отщипнула. Она такая вкусная, эта скумбрия. Она такая жирненькая, хорошо пропеклась. Очень вкуснятина. Я, знаете, что времени уже много, а есть хочется. Я прям уже утро жду. Повторяющая.